Кера-колесо. Кентавры 21 века. Здравствуйте, дорогие друзья-подписчики и неопределившиеся. Мы снова стоим в неровном строю. Кто на колесах, кто с колесами, кто за колесами, кто-то упал, но встает и едет снова. А кто-то даже просто пешком. Для лучшего чувствования колеса в разных средах и на разных поверхностях необходимо постоянно тренироваться, преодолевая различные препятствия. Тренироваться можно везде. Главное четко понимать, что и для чего вы будете делать. Я вот, например, не могу предположить, что и когда мне пригодится. Поэтому тренирую разнообразные стили езды, прыжков, объездов, разворотов, поворотов и проезда разнообразных препятствий и прочее. При необычных условиях наш мозг строит новые нейронные связи, дабы в следующих условиях мог быстро решить поставленные задачи, основываясь на приобретенном опыте. Продолжение следует... Оцениваем поверхность дороги. Определяем скорость и момент прыжка. Крепко сжимаем колесо, чуть пружиним ногами и прыгаем максимально вверх и чуть вперед. Удачи в освоении! Друзья, советую запомнить на всю свою дальнейшую моноколесную жизнь. Никогда не держите руки в карманах при движении на гироколесе. Какие бы погодные условия не присутствовали при вашей поездке. Иначе при худшем развитии событий даже родственники не сразу вас смогут узнать. Мысленно прокручиваем в голове весь процесс проезда и возможные его последствия и меры по контролю поведения колеса. Если не все системы дали добро, откладываем до решения всех сомнений. Короче, не уверен, не берись. Субтитры сделал DimaTorzok А разные погодные условия несут неповторимость и остроту чувств при освоении колеса. А главное, опыт, который не зависит от того, какой марки и сколько стоит твое колесо. Особое внимание для совершенствующихся хочу обратить на безумную красоту зимних пейзажей. До того момента, когда вы упадете в первый раз. Когда-нибудь нечто подобное, как героколесо, но упрощенное в управлении и освоении, станет повседневностью. Но уже сейчас можно увидеть на улицах людей, не только снимающих на видео перемещение своего тела из пункта А в пункт Б, хотя это тоже важно и интересно, но и выполняющих полезную работу, пользуясь возможностями героколеса и уровнем его освоения. Неожиданно для себя обнаружил, что и я отчасти подхожу под это описание. Слезы умилений и радости не заставили себя ждать. Это ведь исторический шанс оказаться на острее таких гибридно-человекомашинных метаморфоз. Дух захватывает от перспектив человечества. Зима, как ни крути, не в полной мере может принести удовольствие от катания на героколесе без шипов. Хотя я езжу без оных. Очень важно понимать, по какой поверхности вы едете. Полированный мокрый гранит, асфальт, переезжайте трамвайные рельсы и заснеженные крышки люков, сухой или снег лежит, или липкий, мокрый и скользкий. Но с опытом можно проехать везде, кроме глубокого, мокрого, местами слежавшегося снега. Главный принцип зимней езды – плавно ускоряйтесь и плавно замедляйтесь. Чем плавнее, тем лучше. Снеговые наметы, сугробчики, лучше брать, заранее набрав скорость. Будучи уверенным, что этой энергии вам хватит форсировать преграду без нового ускорения. Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok